Всем доброе утро. Еще утро? Ну, почти утро. Не, почти. Утро или нет? Позднее утро. 11.46. С 12.00 начинается что? Обед, да? Вот сидит мой муж. Там сидит мой маленький мальчик. Леон Захсту привет. 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 Сейчас мы едем в магазин. У нас сегодня суббота. Сегодня у нас выходной. У Славы, у меня. Что очень редко бывает в последнее время. И мы сейчас едем в магазин Кауфланд. И у меня сломался фен для волос. Там рядом есть магазин электроники. И вот зайдем туда, посмотрим фен. Так что, такие дела. Едем. В ту субботу ездил Замуэль с нами. Захотелось. Сегодня Леон захотел с нами. Замуэль еще немного прослывший. Люсь сегодня кашляет, как не знаю кто. Кашляет с утра. Да сейчас вроде лучше стало. За ночь, да, накопилось. У него мокрота. И вот кашлял, кашлял. Прям не знаю. Ночью было хорошо. Сегодня я ему на ночь сделаю. Во-первых, мы пойдем сегодня все в сауну. Ну, поучим. Сначала дети, потом. Когда они спать пойдут. Мы пойдем в сауну. И я положу на грудь. Очень помогает картошка отваренная. На марлечку. Салфанчик. И помогает очень хорошо. Я думала, они так чуть-чуть покашливали. Я не стала делать. А вот так, как он сегодня прям, я не знаю, наверное, часа два так сильно кашлял. И я это сделаю ему, наверное, после сауны. Прогреется. И потом еще картошку накрутить. И будет хорошо. Слава Богу, у них в понедельник выходной в Льюисе и заунули. В школу не надо. И вот думаю, что, надеюсь, что до понедельника, до вторника он выстроен. Потому что пропустили все-таки на той неделе школу, где он всю неделю не ходил. За мной три дня, Льюис два дня не ходил. Только что вышло видео, ну не только что, два часа назад, примерно вышло видео с конкурсом. Участвуйте все. Желаю всем удачи. Со самой так волнительно, так как будто я, хотя я тоже у других девочек участвую. Но я больше волнуюсь, не волнуюсь, а как бы приятно такие, ну как объяснить? Ощущения. Да, что это, кто выиграет и вообще так очень... Намного приятнее. Вот если я выиграю, я буду радоваться. Но я еще больше буду радоваться из-за того, кому я отправлю посылочку, подарочки. Спасибо всем, кто-то мне комплименты делает, Слава. Ты даже меня не видел. Видел, да. Не видел. Ты на работу ушел. Ты когда уходил, я в душу как раз была. А потом я там накрасилась, накрутилась. Первая стимушка была на фотографию. Да? А, значит, ты видел. Что-то мои видео смотришь? А что, не лайкаешь, что комментарии не пишешь? Я против, что будет, то ли занято. Подсматриваешь? Да, подсматриваю. Меня кто-то спрашивал, ты не очень, ну как сказать, не любишь сниматься на видео, когда... Такое впечатление было, что ты не очень на камеру. Ну, если сказать, не о чем. Да, я говорю по настроению, да? Да, да. Я тебя не насилую, да? Нет. Я, ну как, не заставляю тебя. Все добровольно, да? Все неожиданно. Не успел ни отказаться. Ну да, ну ты и не против. Ты бы сказал, я бы тебя не сняла. Короче, я же монтирую, могу вырезать. Правильно, я на это надеюсь тоже. Все, что я выражу, это ладно. Что-то не так, да? Короче, участвуйте. Кто еще не участвовал, пишите комментарии. Участвую. Подписка. И должны быть открыты ваши подписки. 1 декабря, в следующую субботу буду уже разыгрывать, ну как делать, определять победителя. Вот до тех пор можете, кто не участвовал, участвовать. Лайки ставить. Буду проверять. Семья сейчас только что показал фотографии, опять. Какие? Ну собаки разные, с детьми. Вроде включают. Вон там. Да. Тоже весь раскаялся. Не надо напоминать. Они мне видео все показывают, собаками. Ой, Алла, смотри, смотри, ну это ты милая такая собачка. И смотри, и слава, и рассказывают, и все. Прям у меня уже настроение поднимается, мне уже самой хочется. Но у нас условия дома, я сказала, если они их выполнят, тогда я соглашусь. Потому что вся проблема только во мне. Теперь я поддерживаю этот огонь и им показываю эти видео. Чтобы они процедуровались дальше. Ну замыль еще копит на игру себе на Новый год. И вот все, все, мама, я, говорит, сегодня я пойду, говорит, бутылки пустые выкину, говорит, ты мне 2 евро за этот аж. Я говорю, ладно, потому что он говорит, ой, я, говорит, хочу 5 евро, я, говорит, дома уберусь еще. Все, все убрал, пропылесосил. Да, почему-то он сам по себе, что ли? И это, я ему, он принес мне кошелек уже, я сделала на диване, принес кошелек, мама, 5 евро. Я говорю, подожди, я еще не проверила. Ну, короче, посмотрела, он идет впереди меня, ой, крошечка говорит, ну только что, говорит, ее не было, бедный. Я говорю, все хорошо, хорошо, постарался, правда, ну, чисто сделала. И это, дала ему 5 евро, а у него уже 5 было. О, давай ты мне 10 тогда, говорит, а я тебе 5 назад отдала. Я у тебя 10 вытащила и 20 положила, а себе 5 взяла. Вообще несправедливо. Так я, у меня получается, как банк, я смотрю, у меня то исчезает. Так я у тебя меньше беру, а больше даю себя. Какая-нибудь мотается, он исчезает. Ну, покупаешь что-то, вот исчезает. Я-то покупаю для дома, для семьи. А, зам Леон у меня просит прянички, чтобы напекла. И сегодня, наверное, не наверное, а подмещала 100%. Он вчера уже, хотя он уже всю неделю дома был, и каждый день. Но я то работаю, то много мотаюсь. И это, никак руки не доходили. И хочется, чтобы не так, лишь бы быстро-быстро, там, посредними силами делать. Ты хочешь пирожки-то хотела? Ну, Слава, уже мы не успеем, уже 12. Я же мясо уже достала. А я его положила назад, оно не оттаяло. Но я думала, мы сделаем пирожки, мы пообедаем, потом поедем с тобой в магазин, и приедем, я сделаю прянички. Ну, все планы поменялись. Давай, и прянички, и пирожки сделаем. Пирожки завтра сделаем. Завтра сделаем. Завтра на работу. Ну, вечером, на ночь же. Слава, завтра ночную. Завтра уже с воскресенья на понедельник. Все, неделю хотел, пожалуйста, не снимать. Почему тебя не снимать? Да, лучше после ночи, он не будет. Хорошо. На следующей неделе Слава сниматься не будет. После ночи, он не будет. Заторможено свое состояние. Нервное. Да. Ну, это ночная будет последняя года. В этом году? Нет. Нет, еще одна. А в это вторая будет у меня в этом месяце, да? Долго вторая. Да, да, да. Хоть зарплаты обрадуют чуть-чуть. Да. Вчера мы насчет отпуска на работе разговаривали. Ну, проверял. Там на лето проблемы. Четыре человека почти все в одно время записались. И это невозможно просто. И за четырех у меня и еще одно. Дети, я говорю, мы как бы, ну, как. Четыре лет. Да, нам это положено. А двое которых нету детей. И он сказал, чтобы они между собой договорились, решили, кто из них. Трое еще можно, но четверо говорит ни в какую. И то я, они начинают неделю раньше, идут в отпуск. А я взяла уже, переменяла из-за нашего отпуска, потому что мы улетаем с, ну, короче, неделю позже. Да, получается, дети, мы еще поем в отпуске, дети два дня, а потом школу. Уже в школу, да. Ну, они с четвертой в среды в школу идут. И у нас даже это хорошо. Первые дни школы, там, то надо книги, эти отложки покупать. Знаешь, это тоже мотаться надо. Поэтому хорошо, что это последний день будет. Да, всегда, что это покупать надо. Вот. Ну, короче, все решили. Они договорились тут же, эти двое которых есть детей, договорились, она одна возьмет немного пораньше, не в это время, тогда каникулы. Ну, когда каникулы, ну, первую часть, в первую части только сшип, и то он только две недели, там больше никто не взял отпуск. А во второй части каникулы все мы взяли. И все борются за последнюю часть, никто не хочет иметь стресс, потому что кто в первую часть взял, приходит, людей не хватает, потому что люди в отпуске, ну, нехватывают. Ну, слава Богу, все разрешилось. Теперь это первое, после Нового года, сразу первая неделя, тоже нас трое мы записались. Я и потом еще двух дней записались на это, ну, с самую первую неделю. И он тоже, это что такое, этот начальник? Ну, это одна говорит, я первая, говорит, была. Я говорю, ну, если, говорю, совсем не пойдет, ладно, я говорю, я выйду. Я говорю, ну, просто, я говорю, там тоже каникулы. А она, у нее детей тоже нету. И она, это, ну, короче, разрешили, короче, он ничего не сказал. Они сказали, что мне это все равно. Это главное вот эти, которые на кассе сидят, которые больше часов. Я-то так только на минимальную ставку, поэтому это не так страшно, что я буду в отпуске. Это вообще касается тех, которые на кассе, которые вот это все. Ну, больше часов работают. Хаупт Крэфт. Они сказали, что я ввели, все равно, короче. Ну, останется. Надеюсь теперь, что этот, который выше начальника, что он должен это все подтвердить, и тогда 100% отпуск. Как сказать? Будет. Для немец. Разрешен. Да. Если он это подтвердит, подпишет, и все, этот отпуск будет уже точно, что я получу на весь год 36 дней. 90%. Да. Почему? 100%. У меня как бы 100% с знаком вопроса. В случае, если действительно никак нельзя, они имеют право для лишнего отпуска, чтобы делать. Ну, не знаю, чтобы такое было. Это почти никогда не было, наверное. Один, я не знаю, может, один раз за 10 лет. Не случается. Ну, случилось, заболели люди. Вообще никого нет. Ну, да, это понятно. Они сразу начинают искать, кого у нас отпуска будет. Да, у нас тоже так же. Берут, короче, проверяют. Если три человека отказываются, они смотрят дети, еще что-то. В конечном итоге, кого-то сдвигают, они лишают отпуска. В этом случае больше всего не везет тем, у кого нет детей и холостым. А тогда мне тоже, в принципе, не сильно было важно, да? Если, допустим, меня покидывали с отпуска. Мне только не хотелось, чтобы разрывали отпуск. Да, да. Если вначале, ну, ладно, перейдем, перейдем, без проблем. Ну, летом, когда мы улетаем, тогда нельзя. Да, поэтому, я могу говорить, 90%. Да, если что, да. Ну, кто с детьми, там, у меня, наверное, 99%. Именно со школьными детьми. Если такие дошкольный возраст, там тоже тебе не обязательно во время каникул править. Мне даже было, что разорвали отпуск, да? Да, да. Вышел в отпуск и разрывает все. Но никак нельзя, да? Мы имеем право, потому что в другой выходе нет людей работать по каким-то причинам. Не, а это сейчас проблема у нас. Жарко в машине. Да, я чувствую. Сиденье, глядя. Себе включило, мне нет. Ну, что, дети, если садятся, или люди, или замуж, или они всегда и себе меня включают. Это выгребание. Что, слава богу, куртки. Теплая. Ну, что, дом теплая, да? Да, но меня это и удивляет. Вот, что ты теперь еще это заказал? Я зашли в очень дешевый магазин, так как мои руки длинные, все такое прочее, такая простая куртка. Я вот так, почему так стоил? 50 евро, если, да, в таком магазине, в котором они обычно 20 стоят. И это, наверное, поэтому. Хорошая куртка. Но Слава еще себе заказал пальто. Это вообще мой дом. Давно уже мечта была. Мне очень нравится. На мужчинах, не на всех, конечно. Некоторым не идет. А вот на таких. Вот в Славе очень, потому что он высокий. Пальто со смехом. Заказали ему пальто еще. Теперь у него будет и куртка, и пыльто. Остальное все выкини. А то он жалеет вечно. Висят 500 курток там все. Это на работу, на работу. Это на улице, в огороде. Это это. И там вот целая гора курток. Нас пять человек, а курток, наверное, 200. Это пуховик жал. Я смотрю, кто-то открыл этот клей, который специально для ремонта. Также ткани есть такой специальный клей. Вместо того, чтобы не шить, я могу его приклеить. Можно было тоже попробовать. Этот супер клей я пробовал. Он ткань пришивает почти намерзв. Он жесткий, как стекло становится. Это фотоаппарат Слава? Да. Вот это, да? Странно. Первый раз его вижу. И только здесь я его вижу. В некоторых местах можно просто иголочкой. Цак-цак-цак. И зашивать не надо эти иголочки. Под рукавом. Ладно, потом переключимся. Мы уже давно дома. Не давно. Мы домой приехали, пообедали. Купили, заехали такое. Опять это вот. Не шаурма, но подоле, короче. В такой булочке. Его только что пообедали. Потому что поздно уже было. И времени не было. Обед готовит. Поэтому купили, заехали вот эту вот шаурму. Буду шаурма говорить. На подобие такое. Вот. И уже все разобрали. И я забыла, короче. Ну, ничего такого. Много так не покупали. Купили мандаринки. Сейчас я вам покажу. Там овощи, фрукты немного. Напитки. Пиво. Слава себе купил ящик. И все. Кто-то я когда показывала, что ящик пива. И кто-то мне написал, что это переживает. Или, как сказать, испугались, что почему целый ящик пива. Слава покупает. Здесь очень многие покупают ящиками пива. Прям много. Ну, как. Я имею в виду в магазинах. Там вот такие много-много-много ящиков стоит. Можно и по 6 бутылок покупать. Ну, в упаковке такой пластмассовой. Можно ящиками покупать. Вот. Слава покупает всегда ящик себе. Но он ему на очень-очень долго хватает. Он пьет их в основном один, может, вообще две бутылочки в день. Ему это порекомендовал врач. Чтобы у него обмывались эти почки. Потому что у него были камни. И с тех пор, как он регулярно пьет пиво, у него уже, слава Богу, когда вот замулю было тогда 8 месяцев, сейчас ему 9 лет. Вот 9 лет ему у него нет проблем. Ни разу больше не было с почками камня. Вот. И поэтому он пьет 1-2 бутылочки. 1-2 бутылочки в день. И то не каждый день. Иногда бывает, что ему надоедает. Он покупает безалкогольное пиво. И вот так вот он пьет. Вот. Купили вот пиво. Он там внизу стоит. Вот это верхнее он сегодня купил. Это с алкоголем. А внизу ящик стоит. Это безалкогольное пиво. Так что не переживайте. Все нормально. Слава не злоупотребляет алкоголем. Все хорошо. Так. Сейчас покажу, что мы еще купили. Вот купили мандаринки. Вот такой ящик. Тут сколько, я не знаю. Евро 99. Сколько же тут. Слав! А вот стоит 2,3 килограмма. Стоило евро 99. Вот этот вот ящичек мандаринки. Они уже вкусные, сладкие. Потом Слава себе купила такую хурму. Бананы. Стоило килограмм евро 9. Вот. Эти апельсины. Рискнули еще раз. Первый раз я брала. Они еще были кислые. Посмотрим. Надеюсь, что эти уже будут сладенькие. Полтора килограмма стоило. Ой, раз 49, по-моему. Потом купили вот такие яблоки зеленые. Это дети любят. Ну и Слава тоже больше зеленые. Любят яблоки. Я не могу их есть. Вот это я могу есть мандарина и апельсина. Бананы и яблоки я не могу есть. У меня аллергия. Потом купили вот такой вот йогурт. Три штуки. Дети любят очень с этими. Корнфлекс. Потом давно не брали вот такую вот рыбку. Нарезку. Мой кефир, который я всегда пью по вечерам. Актимель. Белану захотелось. Тоже давно не брали. Потом вареные яйца и рукава. Вот и такие закупочки мы сделали. И купила себе фен. У меня сломался фен для волос. И зашли и купили. Сейчас покажу. Вот такой вот фен купили. У меня наподобие такой был. И был он у меня, я не знаю, лет 10 точно он мне послужил. И все. Последний раз, когда это было в среду или в четверг, я сушила волосы. И уже слава богу досушила. И он у меня выключился. И все. Не включается больше. И здесь вот такая еще насадка идет. Но она мне не нужна. Пусть лежит, конечно. И одни пользуюсь такой насадкой. Это, по-моему, для локонов, если у кого-то кудрявые волосы. Если я не ошибаюсь. Вот такая вот насадка. И еще, ну, это не в Кауфландии. Это рядом был магазин. Вот это электроники. Мы там купили. Меди Макс называется. И купили маме от внуков. Вот такую. Мне так понравилось. Там была Беста Омадевэль. Самая лучшая бабушка в мире. Переводится. И там была лучшая мама в мире. Лучший папа в мире. Лучший дядя в мире. Лучшая тетя в мире. Лучший сын в мире. Лучшая доча в мире. Короче, всякие такие надписи. Что мне понравилась? Сама форма кружки. Мне так понравилась. Она не сильно большая. Мама не любит. Я люблю огромные кружки. Не знаю. Всегда утром мы Славу пьем с больших, с огромных кружек кофе. А мама, она любит поменьше. И вот мы ей подарим. От внуков. Мы от нас, от детей. Ну, моя сестренка, брат и я. Мы ей отдельно подарок будем дарить. А это будет от внуков. Вот такая кружечка классная. Мне так понравилась. Стоила 7,99. Наполним ее конфетками какие-нибудь. Вот. Вот такие вот покупочки были. Сейчас я... Сейчас я... Слава там включает фильм детям какой-то. Не знаю. Через Амазон мы смотрим. Не мы, а он в основном с детьми. Ну, для детей детский какой-нибудь фильм. Включит, чтобы посмотреть, отдохнуть после обеда. После вкусного обеда полагается поспать. Вот. Потом он разожгет камин. Я сейчас... Мне надо белье вывесить. И потом к вечеру пойдем все. Ну, будем купаться и в сауну. Такая у нас суббота. Суббота всегда вот мы вечером. Вечерком есть. Не всегда, а почти всегда ходим в сауну вечером. Вот когда особенно такая мокрая погода. Дождь так сегодня шел прям сильно. Я не знаю. И вот самый раз в такую мокрую, холодную погоду в сауну идти. Так что вот такие у нас... Вот такой у нас день субботний. Выходной. Все. На этом буду прощаться с вами. Спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. Еще раз повторюсь. Участвуйте в конкурсе. Кто хочет. С любой стороны. Не важно, откуда вы. И выполняйте условия. А то будет обидно, если я буду через специально такая программа, из которой случайным способом выбирает участника. Вот. И будет обидно, если кто-то выиграл. А не будет. Или лайк не поставлен. Или не подписан. Или... Ну, комментарий должен быть. Потому что он будет выбирать из комментариев. Все. Всем большое спасибо. И до следующего видео. Не прячься. Скажу хоть пока. Пока. Ну, слава. Сейчас я в этих спальных штанах. Так я ж тебе до пояса. И то даже до груди. Вот таковано. Не убирал. Стакан взял. Пиво. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok